С детьми разговаривать как-то неудобно. Скажут, обманывают детей или что-то. Мы пришли с важным делом. В этом мире греха люди мало знакомы с Богом, со Священным Писанием. Мы говорим им о Христе, о спасении, что за гробом другая жизнь будет, ответ за всё. Что примирились со Христом. Христос умер за наши грехи, распятый был, прибитый. И воскрес в третий день. И дал Духа Святого, чтобы Он нами руководил. И тогда жизнь совершенно другая будет. Тут не будут караулить злобонных женщин. Понятно. И что, вы читаете эту книгу, да? Я не просто читаю, я живу ею. Я 57 лет её из рук не выпускаю. А уверовал 23 года. А мне идёт 81 год. Поэтому, если у вас есть вопросы по Священному Писанию, о душе, как спасти себя, я могу всё это вам сказать. Дать ключ к нашим ресурсам. Два слова только запишите, и всё, вы будете у нас в доме. Ну, мне пока не надо ничего. Э, вы не знаете, такой встречи у вас не будет. Вот у меня Ютуб-канал, такого нет в мировой сети. У меня 18 тысяч 100 роликов. Своих. А как мне вас найти? Игнатий Лапкин, два слова запиши. И по Скайпу. Игнатий Лапкин, ты сразу найдёшь по Скайпу. А если в Ютубе, только напиши, не какая там Алиса, а Ютуб-канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Всё, хорошо понял. Там всё. Там я студентам отвечаю, как занятия веду в университетах, как детский лагерь, я начальник 45 лет. У нас деревню строим с нуля православную. То есть многообразие такое. И везде всё по-новому делаем. Это Бог делает, как Ему угодно. Мы Ему отдались на служение. Угу, всё понял. У нас миссионерская поездка была, я в Барнауле живу. Я решил подарить книги, Господь положил мне на сердце, библиотеки. И мы проехали до Владивостока, Тихий океан. Потом доехали до Лиссабона, Атлантический. Проехали Прибалтику, Скандинавию. И 650 мест посетили, где пришлось выступать. Сделали подарок на 35 миллионов библиотеки. Мои книги, 38 томов. Ничего себе. Это всё там найдёте. И наши выступления, встречи. С нами ездила собака немецкой породы. Интересно. Ну, она учёная собака. А когда вернулась, то на выставке получила первое место в России. Чемпионом России стала. Ничего себе. Это всё снято. Как у нас собрание идёт, дети стоят. Ей команду дали, она на стол заскочила. Ну, огромная собака. Ей в Германии коврик подарили. Она на коврик. И она любит эти бублики есть. Дают ребятишки ей. И отсидеть вот так. Она не так сядет, как, а вот так. Лапы вверх. И вот так вот сидит. Голос падает. Она тут же залаяла. Её там... Она охраняла нас в дороге. Мы могли спать. 650 городов посетили. 120 тысяч километров прошли. Это три раза вокруг по экватору прошли. Ничего себе. Вам, если вы зайдёте на наш YouTube-канал во свете Библии, такого нигде больше нету. Нигде. Там у меня немного подписчиков. 43 тысячи. А просмотров 44 миллиона. Я хорошо зайду к вам всё равно посмотрю. Запомни, Игнатий Лапкин, по скайпу сразу найдёшь. А там я скину и ВКонтакте, и всё, что нужно. Ага, всё, понял. Как звать-то вас? Данил. Данил? Да. Знаете, как... Минутку только. И сейчас я гляну. Имя означает, кажется, что-то лучезарный. Я уже сколько раз смотрю и... Так. Минуточку. А, Б, В, Г, Д. Даниил. Даниил. А что ж такое не даётся-то? Виноват. Сколько? Угличский, Ростовский, Кесарийский. И нигде нету. Даниил. Я знаю, Ил – это Бог. Божий ещё-то. Колено данного дан. И, может быть, принадлежит Богу. Не знаю. Я обычно говорю, перевод какой значит, чтобы ты соответствовал этому. Нет перевода. Это важный журнал церковный. Видишь? Официальный журнал. И нету. Да не Ила. Ну, я знаю, вот, Михаил. Переводится «никто, как Бог». А когда Ил впереди стоит, Илья означает «Бог, моя крепость». Ил – это в переводе «Бог», «Бог» с еврейского. А у вас Ил – это что-то божественное. А что-то, может, дано-то колено данного в Израиле, из которого Антихрист произойдёт. Может быть, его как бы Господь привлекает, предупреждает. А Даниил – это был пророк Божий, очень великий. Ему будущие судьбы мира были показаны. Ну, всё, с Богом тогда, если вопросов нету. Нету больше. Всё, отошёл. Видев, что тут творится, это Содом и Гоморру устроили. Мы пришли с благой вестью от Бога. А вы это кто? Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес. И зовёт всех к покаянию, чтобы жили по-божески, чтобы после смерти в ад не попали. Живём по-божески. Ну да, мы нашли уже многих людей, которые слушают. Ну, вы такое прям... Вы староверы или уже... Ну, православные, мы православные. И со староверов, корни староверческие. Но мы ходим в эту церковь официальную. РПЦ. Я понял, да. Давайте с вами поговорим. Давайте с вами поговорим. Вот люди начинают говорить. Вот знаете, вот это всё проблема. Я слово проблема исключил из лексикона. Я его заменил. Нерешённые вопросы. Ну, может быть. Не может быть, определённо. Вот начинают говорить. А вот, знаете, народ такой у нас необразованный. Я, когда начинаю говорить, начинают там сразу. Давай вы о себе говорите. Ну, давай о тебе будем говорить. У нас в Библии написано, якобы говорит 2.18. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру из дел моих. И вот не понимают люди, неграмотные. Я пошёл преподавать в университеты. А одновременно в пяти университетах. Тринадцать школ. Пять отделов милиции, городской, краевой УВД, все воинские части, заводы и фабрики. Город Барнаул. Три радиопрограммы. Три радиопрограммы регулярно. И уже всё, температура другая. Я говорю, вы из Барнаул? Да. Сотни тысяч людей услышали слово о Христе. Вот и вопрос. Я был в Алтасском хае. И вот начинает. Знаете, у нас в России, в Российской Федерации, уничтожено уже 31 тысяча сёл. Страна разрушается. Я говорю, а что ты сделал? Ничего. А мы взяли землю. Статус получили. И уже строим. Школу построили государственную. Храм. Дороги сами строим. Шесть прудов. Шесть прудов восстановили. Зарыбили всё. Да, ну, хреново у вас дороги в Алтасском крае. Я в прошлом году там ездил. Вот так. Это наша единственная пока деревня на всю Россию. Где нельзя пить, курить, материться, воровать. Ну, прекрасно. Ну, так вот, надо делать, а не просто сидеть, говорить. А что, жить как вам? Я нет. Зачем к нам? Вы где есть, там оживляйте местность. Нет, я в смысле, вы хотите нам свои порядки навязать или как? Да никак, как навязать. Мы же не знакомы, сейчас расстанемся навсегда. Ну, надо что-то делать. Вот мне. Мне Господь, вот, выступает министр внутренних дедов Нургалиев. В стране считают 3,5 миллиона беспризорных детей. Я согласен. Ну, а что сделали? Чтобы не было этого, что сделали? У меня рядом ни одного беспризорного ребёнка. Так, всё. Кто? Сейчас я могу подъявить. Ну, работяги тоже, трудяги. Уявят. Здорово, мужики. Как погодка? Да слава Богу, маленько снежок пошёл. Вы на вахте? Богу слава за всё. Мы пришли сюда. Мы говорим... Какой город? Город Барнаул, Алтайский край. Только не ругайтесь, чтобы... Не ругайтесь, чтобы... А это что за организация у вас? Это не организация, это моя квартира. Всё. Это твоя квартира? Да, а что? Тебе сколько лет-то, отец? 81-й год. 85. 81-й. Один первый. 81-й или 83-й. Мы... Короче, 80-й. 80-й год. Мы пришли сюда людям рассказать о Боге, о вечности. Что Христос умер за наши грехи. Здоровья. Спаси Христос. А тут приходят иногда... Мы другой веры. Я говорю, такой... Мы язычники, прости. Присчитали? Нет, не читал. Не считали. А хотели бы знать, что там написано, самое главное? Да, хотел бы. А вся книга о том, как подготавливалась почва в народе для искупления от грехов. 2019 лет назад, вот сейчас год идёт, родился Спаситель Иисус Христос, второе лицо Троицы, Сын Божий от Девы Марии. И в 30 лет он начал проповедовать, и в 33 года был распятый на кресте. Он взял грехи мира на себя. И воскрес в третий день. Пасха будет. Пасха. Христос воскрес. И поэтому сегодня мы слышим его голос духовно. «Придите ко мне все труждающиеся обременённые, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим. Ибо иго моё благо и бремя лёгко». Так что все беды, всё к ногам Христа неси, покайся, и новая жизнь начнётся. И за гробом твоя участь будет не в аду, а в раю. Всё, понял тебя, дед, спасибо. Да. Если есть желание больше узнать, я могу вам оставить ключ к нашим ресурсам. Оставляйте. У меня очень большой YouTube-канал, 18100 роликов. Прикиньте. Плохо, неплохо. Ну, скидывайте ссылочку. Так, я скидываю так как, надо встретиться в скайпе, Игнатий Лапкин. Вы на меня выйдете, а эта доска здесь как, здесь ещё не сделаешь. Ну, тут-то нет. У нас сайт, форум, мейл.ру, ну, то есть все системы есть. И там я вам могу тогда ответить на все ваши вопросы. Запомните? Да. В скайпе Игнатий Лапкин. А если в YouTube, то Игнатий Лапкин во свете Библии. Ну, всё, в YouTube сейчас зайду, гляну. Да, мы строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Вот она одна на всю страну такая. Ну, тогда что, с Богом? А как эта деревня называется? Потеряевка? Да. А куда вы знаете? Ну, так как я просто недалеко живу от этой деревни. Ну, да как вы узнали? Это действительно она одна такая потеряевка. Ничего себе. Узнаю я такую деревню. И чтобы вы случайно на нас наткнулись, это малый вариант. Ну, так вот. Как бы, человек, который ищет, сами знаете, он всегда найдёт. Ну, да. Недалеко я там живу. Я с Ребрехинского района. О, Ребрехинского? Так соседи наши рядом. А мы несколько... Привет. На самом деле, я сейчас вообще не на Алтае. А, не на Алтае. На Камчатке. А я на Камчатке служил, в армию. А где именно? Елизово, знаете, там. О, конечно, знаю. А уже когда был День Победы, или тогда, не знаю, или 1 мая, мы выступали там на стадионе, шаг чеканили. В самом Петропавловске. Петропавловске. Нет. А потом пришлось случайность. Николаевск на Амуре. Нет, я в ФСБ, береговая охрана. Так. Вот как. Это я в Петропавловске. Понятно. Удивительное дело, как пути человека. Рюбрихи коснулось. И оказалось, что и там вы были, где я был. Ну, вот поэтому вы запомните два слова. Игнатий Лапкин по скайпу. Я вам скину все. Вы другим дадите. Хорошо, понял. Не забудете? Нет, нет. Запишите себе в скайпе. Ну, с Богом тогда. Как звать-то вас? Григорий. Димитрий? Григорий. Григорий. Это означает бодрствующий. В переводе на русский язык. То есть не спи. На вахте в дворе. Я и так. Как тут уснешь? Ну, вот так, когда давали первому Григорию, видимо, он кричал, ревел или что там. Его назвали Григорий, бодрствующий. А у меня вот имя Игнатий означает неизвестный, неведомый. А по-латынски огненный. А Игнат, подскажите, пожалуйста, Антон – это русское имя? Какое? Антон. Антон – русское. Вы хотите знать? А перевод есть? Сейчас посмотрим. Да мне его надо другу сказать. Сейчас, один момент. Я сейчас гляну. Антоний. Ну, не Антон, а Антоний. Антоний? Да. Антоний. Сейчас, подождите-ка. Это мы сейчас найдем. Антоний. О, Антонин. Антоний. Приобретение взамен. Ну, вообще, базарное имя какое. Приобретение взамен. Бартер какой-то. Одним словом, бартер. Вы ему не забудьте сказать. Это вообще редкое такое имя. Приобретение взамен чего-то. Ну, это уже точный перевод греческий. Это я вам не просто так сказал. А это церковный, правеславный календарь. Да, вижу, вижу, да. Да. И вот открываю я здесь. Вот здесь. А тут как раз вот эти имена все идут. Вот они. Я даже покажу, что я не выдумываю ничего. Да, вижу, вижу. Вот. А вот сейчас я Антония покажу вам. И вы его прочитаете сами. Вам будет интересно ему сказать тогда. Так, минутку. Так, Антоний. Это мы сейчас покажем. Антоний. Вот где мой палец. Вот здесь вот. Вверху. Не знаю, видно, нет будет. Вот. В верхняя строчка. Да, да, да. Вижу, вижу. Да, вот он. Ага. Вижу. Все. Ага. Все. Понял. Спасибо. Да, слава Христу. Так. Желаю встречи. Тогда я вам большие материалы скину. И там все вы найдете. У нас огромные-огромные ресурсы. Понял у вас. С Богом. Бодрствуй, не спи, Григорий. Ну ладно, с Богом.